А вот это как раз вопрос библеистики. И мнений у богословов, и у библеистов, интерпретаторов, их несколько. Конечно, методологические исследования надо начинать с анализа даже нерусского слова «праздный». И уж, конечно, не браться за этимологию происхождения этого славянского или русского понятия «праздность», которое, скорее всего, происходит от термина «праздник». Методологически, конечно же, надо исследовать, начинать с анализа греческого оригинального языка Нового Завета. Это раз. Во-вторых, чтобы ответить на что такое «праздное слово», надо посмотреть тот контекст, в котором Иисус его использует. Применительно в какой ситуации, в какой ситуации. И вполне, может быть, я вот сейчас не готов сразу объективно дать оценку или анализ, вполне возможно в истории, в моменте, в который Иисус употребил вот это норовоучительное послание, там есть какой-то ответ, и надо посмотреть. Хотя, если отталкиваться от русского слова «праздный», «праздничный». У моего друга, хорошего библеиста, Павла Бегичева, есть на этот счет даже, на мой взгляд, небольшая статья. Я бы слушателям порекомендовал в интернете погуглить «Бегичев, праздность слов». Мне кажется, он там лучше отвечает, чем я сейчас буду пытаться сходу, без анализа самого текста, что-то сказать. Ну а если абстрагироваться от конкретных текстов, что такое праздность? Праздность, скорее всего, это беззаботность, это однодневность, мимолетность, необдумчивость. Тут много граней. Когда человек что-то говорит, думая, глядя вперед, я бы не могу назвать это праздным. А если он одним мигом это говорит, необдуманно, безответственно, тогда для меня любое слово может быть праздным. Не обязательно прям какой-то сленг должен быть праздный. Любое слово, сказанное просто так, возможно, может быть праздным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok